111 участников в возрасте от 6 до 84 лет представили свои творческие работы на выставке декоративно-прикладного искусства в историко-культурном центре. Каждым годом становится все больше и больше участников. В этом году Владимир Владимирович Путин объявил год культурного наследия. И вы знаете, поражает масштабность этих мероприятий в России и огромное количество талантливых людей. Экспозиция проходит в рамках фестиваля визуальных и сценических искусств Ленинского городского округа «Лови волну». В ней принимают участие педагоги и учащиеся образовательных учреждений, досуговых центров и творческих объединений муниципалитета. Самое интересное, что они все сделаны своими руками, а руки у этих людей по-настоящему золотые. И поэтому работы получились такие интересные и невероятно красивые. Ольга Рябова, руководитель клуба «Волшебная шкатулочка», принимает участие в конкурсе уже во второй раз. Мастер представила на выставке свою авторскую куклу – сказочная девушка подсолнух с озорными веснушками и копной рыжих волос, напоминающих о солнечном лете. «Это бадуарная кукла, в нее не играют. Лицо у нее слеплено, ручки, ножки. Это, в принципе, не легкая работа, сложная работа. У нее все натуральное платье из натурального хлопка». Разнообразие и красочность экспонатов поражает воображение. Исторические костюмы, авторские куклы, вышивка, витражи, батик, работы в техниках квилинг, бумагопластика, оригами, резьба и роспись по дереву. «Очень трудно выделить вообще кого-либо, потому что техники разные. Жанры, стили, направления – все разное. Разные возрастные категории, разный уровень какой-то творческий, образовательный. Но все работы для своего возраста и для своего профессионального уровня невероятно хорошие, поэтому выбор сделать просто очень сложно». Полюбоваться творчеством талантливых земляков можно до 11 декабря.